Напомним, что платформа «Россия. Страна возможностей» была создана по поручению главы государства Владимира Путина в 2018 году. Уникальный проект нацелен на создание социальных лифтов и обеспечение условий для самореализации граждан в личностном и профессиональном планах. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, в том числе конкурс управленцев-лидеры России, студенческую олимпиаду «Я профессионал», конкурс для школьников «Большая перемена». Как отметил заместитель генерального директора ОНО «Россия. Страна возможностей» Антон Сериков, 70 тысяч жителей Мордовии регистрировались на президентской платформе. Многие стали победителями и финалистами. В регионе появилось сообщество талантливых, креативных, мыслящих людей, перспективных профессионалов, которые могут показывать результат, обмениваться опытом, выступать наставниками. При этом в разных возрастных категориях. И школьники, и студенты, и уже состоявшиеся в профессии люди имеют возможность показать себя, вырасти в карьерном плане. За последний год у нас больше призовых мест, больше финалистов. Мне очень приятно было, что мы по поручению президента реализовали проект «Моя Мордовия», а через какое-то время по инициативе победителей, финалистов, они свой клуб основали, стали с проектами выходить. Что-то из них уже достаточно плотно реализуется. Люди достойные, готовые ввязаться, готовые взять на себя определенные вызовы, смелые. Антон Сериков предложил объединить победителей и финалистов различных профессиональных и кадровых конкурсов в единое сообщество. Это позволит молодым, талантливым и креативным людям эффективнее продвигать свои идеи и проекты. Артем Сдунов и Олег Машковцев поддержали эту инициативу. Заместитель полпреда России в ПФУ подчеркнул, что Мордовия всегда была активна в молодежных проектах. И эта работа продолжается. Ничего для молодежи без молодежи. Здесь это пример включения в силу работы, в сообщество, в идее, в основном молодых людей. Ну и я вам скажу, что и детское движение, в основном, очень поддерживается его видом. Участники круглого стола рассказали о своем опыте участия в конкурсах и о профессиональной реализации. В их числе министр экономики, торговли и предпринимательства республики Алексей Грибанов, победитель конкурса «Лидеры России». Я хочу сказать, что все это, весь этот багаж знаний и умений, которые я получил за эти три года, они непосредственно складываются и на моей текущей работе. Другой финалист конкурса «Лидеры России» Александр Давыдкин недавно получил новое назначение. Теперь он проректор по научной работе Мордовского госуниверситета. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия талантливой молодежи с работодателями, дальнейшего повышения профессиональных навыков. Глава Мордовии подчеркнул, что эти конкурсы очень важны, так как обеспечивают кадровый резерв страны. Поэтому победители и финалисты будут получать от региона всестороннюю поддержку. Анастасия Целегина, Народные новости.